Да, приветствую, друзья. Вот я помню эту прекрасную песню. Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек. Я другой страны такой не знаю, где так вольно дышит человек. Конечно, вот если бы мы сейчас взяли экологию, поправили, потому что экология у нас вообще поправимая, а требует поправить, конечно, и воля, свобода. Ну, почему у нас был Советский Союз такой, привлекал внимание многих стран? Ну, потому что у нас была идея прекрасная, коммунизм. Но теперь тоже надо вот какое-то хорошее, такое положительное для всего мира показать, чтобы опять восстановить величие страны, нашей Родины, которую я очень люблю. И вы любите, кто родился в России, свой дом. И вот смотрите сюда. Почему так получилось, что СССР развалился, как я понимаю? Потому что воля была, свобода была, но свобода была общественная. То есть коллективизация. Коллективизация – это что такое? Это когда ответственность коллективная. Мы всегда говорили «мы». Даже в книгах, когда автор писал что-то, он написал. «Мы считаем». Он не писал «я считаю». Вот эта коллективная ответственность в конечном счете приводит к коллективной безответственности. Но сейчас не об этом речь идет. Сейчас идет речь о том, как восстановить былое величие страны. И это возможно сделать достаточно легко, если понять, что миром управляет не страх, деньги или оружие, а миропонимание. А вот миропонимание такое. Я вот смотрю многие-многие высказывания людей. Все хотят вернуться к социализму. Ну, чисто механически вернуться. Но там была ошибка. Там вот эта свобода воли была коллективная. Коллективная. При этом доминанта общественной собственности, общественной ответственности, коллективной ответственности, она не инициировала личную, личностный рост, личностную предпринимательность, частную предпринимательность. И вот когда несколько раз пытались это сделать, ну и Сталин это пытался сделать в кооперации, и Горбачев пытался это сделать, когда вот перестройка была, ускорение. Ну, вот этот кооператив, где человек мог свою инициативу проявлять и жить в обществе свободном, но при этом мог еще и зарабатывать сам, допустим, на своем собственном труде. Вот этот кооператив, когда создавали при Горбачеве, например, совершили ошибку. Они взяли этот кооператив, как вот человек мог работать на предприятии государственном, а вечером работать в кооперативе, который был припаян к этому государственному предприятию и сосал из этого государства там все вот эти вот, самое главное, это инструменты, как говорится, для производства, средства производства. Таким образом получилось, что все развалилось, потому что это была ошибка. На самом деле надо было связать общественную собственность и частную собственность, в том числе и дать людям инициативу и предпринимательскую, и вообще любую другую инициативу. Это же есть воля, это же есть свобода. То дать ее. И вот примерно сегодня чем может похвалиться Россия перед миром, чтобы стать привлекательной и чтобы люди стремились, как они к Советскому Союзу с уважением относились, вот так, чтобы и к России относились. Как? Показать миру опять какую-то идею полезную, хорошую, которая всеми будет востребована во всем мире. И я думаю, это экологизация. Широка страна моя, родная, много в ней лесов, полей и рек. Столько у нас лесов, а это же, как мне говорил академик Шкловский, астрофизик, это же сельва, сельва она, это легкие планеты. Ну, конечно, надо экологизировать, не вырубать это все, вот, из обесценок продавать, а вы кому что, обогатиться или там кому-то отдать. А вот именно направить на это внимание первое экологизация внешней среды, и второе, что мы сегодня вполне можем сделать экологизацию внутренней среды человека, потому что метод саморегуляции и ключ сегодня – это то, чего в мире нету, и то, в чем люди всего мира сегодня нуждаются, потому что стресс идет по планете семимильными шагами. И сегодня именно метод ключ отвечает современным требованиям – быстро, просто, легко, эффективно. Метод ключ, потому что то, что раньше применяли, например, аутотриник, это было создано в 30-х годах. А ключ как раз-таки поэтому и возник, потому что он возник между Западом и Востоком на основе анализов всех существующих методов, включая эриксонянский гипноз, например, или медитацию, или релаксацию, или ревенфинг, или расстановки Хевингера. Ну да, много-много чего, все было изучено, и выделена основа, которая лежит во всех этих других методах, и выдана в компактном, простом, доступном виде. А именно человек для личностного развития, личностного роста, для личностной свободы, в коллективе, в коллективной ответственности, благодаря помощи окружающим людей, их поддержке вместе, этот личностный рост, чтобы были в гармонии, в согласованности. Как раз-таки там есть вот эти критерии. Подбирать себе индивидуально действия синхронные текущему состоянию, чтобы адаптировать себя в текущей ситуации по состоянию, и через это перейти к управлению своим состоянием, то есть через адаптацию к саморегуляции. Таким образом, друзья, кусочек этого, как технология, как технология, я сегодня, конечно, вместе с Шейлой, Шейла будет по-своему показывать свои наработки, я буду свои, у каждого из нас в русле метода ключа есть свои нюансы, а вы подбираете то, что вам подходит. Потому что весь метод ключ, который состоит из трёх частей, в которой есть и классическая часть, и синхрогимнастика, и синхрометод, так называемый, из трёх частей, так вот, всё равно он состоит базово из того, что вы подбираете себе те действия, которые индивидуально, лично для вас подходят, чтобы получить состояние внутренней свободы, и через это раскрывать свой творческий потенциал для решения всех своих проблем в жизни. Таким образом, мы, развивая себя, развиваем и нашу страну, поднимаем нашу Родину, а поскольку метод ключ единственный в мире сегодня, а все нуждаются именно в таких простых, быстродействующих методах, поэтому они все как раз-таки и будут у нас это брать. Как мы берём у немцев мерседесы, как мы берём у американцев смартфоны, айфоны и так далее. Ну, так вот, взаимополезность в мире, и мы будем полезнее всех, потому что мы лучшие. Правда? До встречи!